Друзья, приветствую всех на канале Автомонофлайв. Сегодня снимаю свое очередное видео и хочу поговорить на такую тему. Тема социальные сети. В каких социальных сетях вы можете найти меня и почему я никогда по вашим же комментариям не отвечаю на ваши вопросы в тех либо иных социальных сетях. Если вам это узнать интересно, то вы сегодня все от меня узнаете. Итак, давайте сначала разберемся с тем, в каких же социальных сетях вы можете им найти. Это русскоязычные социальные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, ВКругу Друзей, я там тоже есть. Инстаграм, ну это уже более межнациональная сеть, да, то есть как бы здесь много людей, не только русскоязычного сообщества. Ну и также это мировая сеть, это Инстаграм, Фейсбук, Кик, вы можете меня там же также найти. Телеграм, Сигнал, ну еще какие-нибудь, то есть как бы в этих основных, а, Твиттер, Твиттер я забыл. В этих основных сетях вы можете меня найти. Теперь более подробно сейчас разберемся из русскоговорящих, из русскоязычных сетей, где я есть, а именно это Одноклассники, и почему я вам там не отвечаю по вашим же заданным вопросам, либо комментариям. Начнем с того, что социальные сети отнимают очень много времени из моей жизни. И так вот, так как у меня есть несколько работ, так называемых, да, не так называемых, а на самом деле так и есть. Первая, это работа в отеле, здесь в городе Апольдо, я вот учился на эту профессию и работаю по этой специальности, как хотель Фахман на рецепшене. И вторая, небеншоп, так называемый, это финансбератунг, это финансовый консультант. И получается, что если я нахожусь на работе в отеле, то я работаю там. Но бывает такое, что после работы я назначаю термины, назначаю встречи и еду в какой-то город и встречаюсь со своими будущими клиентами. Провожу финансовые консультации и тому подобное. То есть это я катаюсь не только в близлежащих городах, но и езжу также Заксон, Заксон-Анхальд и Тюрингейт. То есть три земли, которые находятся под моим контролем. Если у вас какие-то вопросы возникнут, вы проживаете в этих землях, вы можете ко мне спокойно обращаться, и мы решим ваши вопросы в положительном ключе, в положительное направление. То есть в плане финансов. Я работаю не один, работает у нас целая команда. Это фирма, которая занимается этим на протяжении многих лет. Вы обращаетесь ко мне, предоставляете первоначальную информацию, если в качестве финансового консультанта. Я собираю первоначальную информацию, потом ее передаю своим коллегам. И они там уже, мои коллеги, каждый работает в узком направлении и уже разбирается в той или иной ситуации. Если вам надо страховки, по страховкам. Если вам нужны инвестиции, по инвестициям есть коллега. Если вам нужны иммобилии, покупка квартир или домов, пожалуйста, по иммобилиям. То есть я это все лично сам не делаю. Это делают мои коллеги. Я собираю информацию и получаю новых клиентов для своей фирмы. Как я сказал, поэтому на основании этого у меня две работы. Основная и дополнительная. И практически целый день я занят. В выходные когда-то я тоже стараюсь назначать термины по второй моей работе. Но сейчас речь идет не об этом. Идет о социальных сетях. Одноклассники. Я там выкладываю различные посты. То есть на моем канале выходит видео. И автоматически я выкладываю эти посты, видео на своем... Точнее в Одноклассниках. Не на своем YouTube канале. А в Одноклассниках выкладываю. В различных группах и тому подобное. Вы пишите мне там комментарии. Я захожу в Одноклассники честно. Один раз в три дня. Это самое прям частое, если я захожу. Но в основном один раз в неделю. Если я захожу туда один раз в неделю. Я захожу в основную свою основную страничку. Но мало захожу в группы, в которых я размещаю эти как бы видео. Есть у меня основная моя группа. Это где постоянно размещаются мои видео. Там я стараюсь отвечать на ваши комментарии. Если это конструктивные какие-то вопросы, которые касаются именно переезда. Либо проживания здесь в Германии. То я стараюсь делать на них видео ответы в течение двух недель. Не сразу, но в течение двух недель вы получите видео ответ. И стараюсь писать всем тем, кто написал мне этот комментарий, что будет видео ответ. Если это какие-то просто вопросы о том, почему так, а почему так. Я не теряю свое время на то, чтобы более подробно вам там разъяснить. Хотя эта информация уже дана в том, либо ином моем видео. Если вы знаете что-то больше об этой информации, классно, супер. Что касается еще одноклассников. Многие мои друзья, которые находятся у меня в одноклассниках, присылают мне различные подарки. Там есть такая возможность подарки. Я никому ничего не отсылаю. То есть я принимаю эти подарки. Когда я захожу, я их принимаю, эти подарки. Которые там есть, да. То есть они все потом загружаются на мою страничку. Вот. Я никому ничего не отсылаю. Я не трачу деньги на различные платные какие-то там подарки в одноклассниках. Это бессмысленная трата денег просто-напросто. Также не обижайтесь, если я вас не поздравляю в одноклассниках с днем рождения. Бывает такое, что просто-напросто когда-то заходишь, там у тебя тысяча сообщений о том, что был день рождения того-то, того-то, того-то. Но это было 2-3-5 дней назад. Я не поздравляю никого с днем рождения в одноклассниках. Что еще касаемо одноклассников, хочу сказать. То, что многие, допустим, добавляются ко мне в друзья. И ждут, что я прям, допустим, написали мне, и я им что-то сразу отвечу. Такого тоже, к сожалению, не происходит. Социальная сеть, в которой я нахожусь, это русскоговорящая русскоязычная сеть. Это ВКонтакте. ВКонтакте. Это та сеть, в которую я захожу еще реже. Я захожу туда приблизительно 1 раз в 10 дней в среднем. Если вы мне пишете какие-то комментарии под видео, я их читаю 1 раз в 10 дней. Если вы пишете мне просто какие-то сообщения, я также их вижу очень редко. Если вы видите такой момент, что Алексей находится в сети, где-то там ВКонтакте, либо в одноклассниках, это не означает, что я нахожусь в сети. Это означает то, что просто-напросто я когда-то открывал вечером и забыл выключить компьютер. До сих пор это работает. И начинают мне некоторые писать, что вот ты находишься в сети, не можешь ответить. Нет, такого тоже нет. Значит, я где-то просто нахожусь на работе. Что касается других социальных сетей. А, я забыл, что я еще нахожусь в ТикТоке. ТикТок тоже есть у меня. ТикТок. Там пишут комментарии. Ну, такие, знаете, комментарии типа поучительного характера. Ты что, не знал об этом раньше или тому подобное? То есть, когда там какие-то... Ну, там это более развлекательный контент для меня. ТикТок. Инстаграм. Инстаграм. Комментарии не пишут. Пишут в основном сообщения. Сообщения, если я вижу, многие сообщения попадают почему-то в спам. Я не знаю, с чем это связано. Но когда я просматриваю спам, в Инстаграме я более чаще нахожусь. Один раз в три дня приблизительно. Поэтому я более оперативно там отвечаю. Следующая социальная сеть. Фейсбук. Я тоже чаще туда захожу приблизительно один раз в два дня, либо, может быть, каждый день. Почему? Потому что там я выкладываю информацию касаемо финансовой консультации. У меня есть две странички в Фейсбуке. Это моя личная страничка Алексей Артамонов. И вторая страничка, если вам интересно, это Бератор Фюр финансам. Там все на немецком языке. Это для тех, кому интересна как раз-таки финансовая консультация здесь, в Германии. Поэтому можете заходить и туда, и туда. Другие социальные сети, такие как Твиттер, Телеграм. В Телеграме я участвую в нескольких группах касаемо поздних перселенцев и тому подобное. В Твиттере я тоже участвую в нескольких группах, но я туда редко захожу. В Телеграм тоже редко захожу. Сигнал, Кик. То можете мне там писать, и в любом случае у меня будет оповещение. Я смогу среагировать на их и ответить на ваши сообщения. По мере того, как они поступают. Поэтому прошу вас не обижаться на то, что я вас не поздравляю с днем рождения. И тому подобное. А еще интересный момент, такой интересный про одноклассники. Я не знаю. Русскоязычное население, наверное, празднует все праздники, которые существуют. Потому что приходит много поздравительных, типа, открыток, много поздравительных сообщений. Я понимаю, с Новым годом. Я понимаю, с Рождеством. Я понимаю, с Пасхой. Но такие, как Масленица, 23 февраля, 8 март. Меня ини постоянно присылают. По том, что какие-то божественные праздники. Я являюсь атеистом. Я не праздную. Прощенное воскресенье. Одно из последних. То есть, люди, если честно, у вас много времени. У меня такого времени нет. Я не могу так постоянно кому-то отсылать. У меня просто нет столько времени. Если есть, быстренько зашел, посмотрел информацию, разместил информацию. Ответил кому-то быстренько. И все на этом. Я не праздную все эти праздники. Основные, да. Рождество немецкое. Рождество русское празднуем. Православное. Мы празднуем Новый год. Мы празднуем Пасху. Все. Больше мы никакие праздники здесь не празднуем. Поживаю в Германии. Вот такая информация у меня была сегодня для вас. Вы узнали, почему я не отвечаю на ваши комментарии. В каких социальных сетях вы можете меня найти. В любой социальной сети вы можете меня найти под одним и тем же именем. Алексей. А-Л-К-С. Через К-С написано. Э-И. Алексай. Если я читать по-немецки. Ну и фамилия Артамонов. Я думаю, что вам известно по моему YouTube-каналу, на котором вы сейчас смотрите видео. Только не две Ф буквы в конце А, а Фау. Алексей Артамонов. Вы можете меня там найти. В любой социальной сети написать мне. Подружиться со мной. Одноклассники у меня закрытый аккаунт. Вы даете заявку на друзья. И я вам ее потом подтверждаю. На этом буду свое видео заканчивать. Желаю вам всего доброго. Всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И всем безбарь. Чус. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.